Какое эволюционное преимущество дает человеку белая склера глаза? Белок человеческого глаза, уж простите за тавтологию, белый. А у остальных приматов склера, так по-научному называется эта часть глаза, темная, в природе случайностей не бывает. Почему же у человека прочно закрепился в ходе эволюции именно белый цвет? Эта эволюционная особенность человека довольно молодая и на первый взгляд преимуществом не выглядит. Ночью такой контрастный белый цвет будет выдавать человека. Его с большей вероятностью видит хищник. От него убежит добыча. Это главная причина, почему у большинства животных склера темного цвета. Или хотя бы чуть менее контрастного, чем у человека. У всех приматов в склере есть какой-либо пигмент, обычно коричневый, и только у человека этот пигмент исчез в ходе эволюции. Как в принципе признаки закрепляются в эволюции? Должна произойти какая-то наследственная генетическая мутация. Особь с этой мутацией вступает в естественный отбор с носителями традиционного гена. Признак положительно влияет на репродукцию. То есть особь с этим признаком оставляет больше потомства. Это может быть из-за количества детей. Например, женщина начинает рожать чаще и или двойню. Или, что и случается гораздо чаще, такая особь выглядит привлекательней для противоположного пола. И спустя какое-то время этот признак закрепляется в эволюции, становится обычным для данного вида. Так как, согласно этой схеме, закрепился у нас белок глаза? Ее объясняет так называемая гипотеза кооперативного глаза. Причина такого контраста в наших глазах – чтобы людям было легче следить за чужим взглядом. Это дает преимущество в совместной работе. Люди с помощью коммуникации лучше строили совместные планы, охотились, побеждали крупных животных, организовывались крупные племена. У нас глаза – важный индикатор. Они крупнее, чем у других приматов, и гораздо ярче контрастируют с кожей. Это изменение, скорее всего, произошло около 1,8 миллиона лет назад. Именно в этот период предки современных людей начинают проявлять человеческие качества. Эгоизм уступает место доброте и сочувствию. Люди объединяются в семье и помогают друг другу, ухаживают за стариками и больными. Взгляд также позволял древним людям выстраивать иерархию. Люди ниже рангом отводили глаза, люди высокого ранга смотрели смело и прямо. Иерархия, в свою очередь, помогла строить и развивать человеческое общество. Снижалась конфликтность, повышалась управляемость. Кстати, эта эволюционная особенность коснулась и современных домашних животных. У многих из них склера тоже становится белой, особенно у собак. Они много поколений живут рядом с человеком и чувствуют себя в безопасности. И коммуникация становится важнее, чем маскировка. Субтитры создавал DimaTorzok